Всем привет, с вами Мистерия, не забывайте подписываться на канал. Войнахи христиане, когда на самом деле ингуши и чеченцы были православными. Кавказ стал одним из первых регионов земли, который был охвачен проповедью учения Христа. Здесь раньше, чем где бы то ни было, христианство утверждается в качестве государственной религии. В 314 году при царе Теледатия III становится христианской Армения. В 337 году Иверия, Восточная Грузия, при царе Мириане III. После 371 года крестится Урнаер, царь Кавказской Албании. Власть иверских и албанских царей постиралась на склоны Большого Кавказа, где жили Древние Войнахи, предки чеченцев и ингуши. Происходила там проповедь христианства. Большую роль в распространении Христова учения на Восточном Кавказе сыграла церковь в Кавказской Албании. Церковная традиция связывает первую проповедь христианства здесь с именем апостола из 12 Варфоломея. По легендам, апостол Варфоломея был мученическим расчлен. С него живьем собрали кожу в городе Альбаны, под которым большинство исследователей понимают некое место в Кавказской Албании. До 1937 года в Баку стояла православная церковь на месте древней базилики, где по преданию и был когда-то умучен святой Варфоломей. Также в Албании проповедовал Елиси, ученик апостолы 70 Фадея. Елиси является местночтимым святым в удинских церквях армянской церкви. Удина – это народ Дагестана, являющийся прямым потомком кавказских албанов и сохранивший христианскую веру с тех древних времен. По традиции, крестителем Кавказской Албании считается первый католикос армян, равноапостольный Григорий Просвеститель. Он обратил христианство царя албанов Урнаера. Историки считают эту традицию анахроничной. Урнаер правил во второй половине IV века и в 371 году был еще и язычником, а Григорий Просвеститель скончался в 326 году. Не был он крещеный внуком равноапостольного Григория, святым Григория самолбанским, принявшим посвящение своего деда. Григорий стал первым епископом албанской церкви, но принял мученическую смерть еще до правления Урнаера. Однако его проповедь пустила глубокие корни. В конце IV века в Кавказской Албании существовала мощная христианская община, которая в итоге и способствовала крещению правителей страны. Албанская церковь была дочерней по отношению к румянской, но вскоре стала автокефальной. В 451 году обе они отвергли решение IV Вселенского собора, осудившего монофизитство, учения единой божественной природе Христа. Власть Албании и юрисдикция ее церкви распространялась на значительную часть Горного и Приморского Дагестана. В середине VII века Кавказская Албания стала подругаться частым нападением арабов и исламизации. В IX веке это государство исчезает со страниц хроник. Многие христиане бежали от преследований в горы Северного Кавказа. Историки обычно называют началом проповеди христианства среди войнахов в VIII веке и указывают, что она шла со стороны Абхазского и Грузинского царств, находившихся в тесном союзе с Византийской империей. Однако, как мы показали выше, предки чеченцев и ингуши могли познакомиться с христианством значительно раньше, из Кавказской Албании. Под влиянием новой волны проповедничества среди войнахов утвердилась православная версия христианства вместо первоначальной, монофизитской. Недавно ученые установили, что древнейший сохранившийся до наших дней памятник христианству в Ингушетии, это храм Алби-Ирды, был построен еще в VII веке, то есть на три века раньше, чем считалось. Если так, то время его возведения совпадает со временем начала разорения Кавказской Албании арабами. В эпоху, когда за Кавказе подпала в той или иной мере под власть мусульман, а Северный Кавказ стал ареной борьбы между арабами и хазарами, глухие ущелья Кавказских гор становились убежищами для многих христиан с равнем. Когда мощь арабского халифата стала ослабевать, и он начал терять территории на Кавказе, вновь укрепились христианские государства региона. Большую роль при царе Давиде IV, строителе, 1089-1125 годы, стало играть грузинское царство. Давид, строитель, кстати, отбил мусульман Белиссии и перенес туда столицу Грузии. Грузия последовательно усиливает свои позиции на Северном Кавказе. Царица Тамара 1166 по 1213 годы укрепляет там положение церкви. В 1318 году грузинский патриарх Католикус Ефимий III посетил приходы в землях войнахов и аварцев. Первая известна поездка грузинского первоирарха в Чечню, Ингушетию и город на Дагестан. Население этих стран в то время было в подавляющем большинстве формально православным, хотя и сохраняло многие пережитки язычества, которые пыталось извести духовенство. О господстве христианства в тот период в войнахских землях свидетельствуют остатки многочисленных древних христианских храмов в Ингушетии. Кроме упомянутого этого Тхаба и Ерды, лучше всех сохранившихся, Таргим, Далты и другие. Как правило, в войнахе строили христианские храмы на месте бывших языческих святилищ. С VIII века точно о возможной ранее большинство войнахов исповедовало веру Христова. В XIV веке с православной церковью у них начал бороться католицизм, чье влияние стало возможным благодаря Золотой Орде, которой были подчинены равнины Северного Кавказа. По бережу Черного моря усеяли колонии генуэзских купцов, а проповедь католических миссионеров оттуда достигла вершин Кавказа. Вероятно, спор между православием и католицизмом поколебал уверенность в войнахов в правоте христианства. Закат христианства был связан с принятием ислама Золотой Ордой по ходу среднеазиатского завоевателя Тимуры и распространением власти Османской империи в Закарказе. Большинство войнахов возвращается к язычеству. XVII век характеризуется частичным возрождением христианства в регионе в связи с кратковременным усилением Грузии, но все более прочные позиции войнахов завоевывают ислам. Тем не менее, христианские общины и многие храмы продолжали действовать вплоть до середины XIX века, почти до перехода региона под власть России. Богослужение велось по книгам, написанным на древнем грузинском языке. Отсутствие находок армянской церковной письменности и граффити у войнахов не позволяет многим исследователям пока говорить о том, что христианство было принесено сюда из Кавказской Албании ранее VIII века. Полное искренение христианства, как и язычество, у войнахов предпринял имам Шамиль в середине XIX века в целях достижения морально-политического единства своего государства в войне с Россией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова